И всем привет, ребят! С вами Starbuck, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас пятница, и сегодня у нас в игре появились новые замечательные устройства. Я нахожусь на своем основном аккаунте, и сегодня мы будем тестировать новые устройства. Если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов для этого настройка игры. В аккаунте устанавливайте имуличный текст, текст МП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня мы вместе с вами сделаем следующий ход конем. У нас есть безумно большое количество контейнеров, а именно 1376 контов у меня уже накопилось на моем как раз-таки основном аккаунте. И сегодня я сыграю на том устройстве, на Гаусс, которое нам выпадет первым. То есть мы будем выбивать поочередно устройства и поочередно их будем тестировать, обозревать и рассматривать. Если вам подобного рода видосы зайдут, то все три обзора подряд выйдут. Давайте наберем, например, 150 лайков на этом видосе, 150 набирается, я сразу же гружу следующий обзор с следующим устройством. И объективно рассматриваю каждое из них. Эти кристаллы можно также приобрести за кристаллы, но для чего мне их приобретать за кристаллы, если у меня есть такое большое количество контейнеров, да, но мы только можем просто зайти посмотреть на их стоимость. Мне интересно, сколько стоят эти замечательные устройства, 170 тысяч, каждая, 171 тысячу. Это со скидкой 30-процентной, то есть без скидки это получается сколько? 200, 200 с копейками, 250, наверное. Скорее всего 250, если я не ошибаюсь, то 250. Но у нас есть возможность забрать эти устройства как раз-таки здесь, с помощью наших замечательных контейнеров, поэтому начинаем открывать, ну и надеемся на то, что нам сразу же быстро какое-нибудь устройство падает, и мы сразу идем его обозревать. Честно, я не склоняюсь к какому-то определенному устройству, да, но плюс-минус знаю механики каждого из них, которые мы сейчас выбьем. Сразу же пойдем даже на Википедию, посмотрим, и дальше уже начнем полноценный обзор устройства. Открыл уже две пятнашки, пока что нету фиолетового свечения, именно с фиолетового падают эти устройства, но так как у нас контейнеров много обычных, и при любом раскладе все эти контейнеры я буду открывать, то у нас есть возможность как раз-таки их открыть хоть все, да, если эти устройства падать не будут, но они падают в фиолетовом свечении, не в золотом. Поэтому я думаю, что вероятность того, что она упадет, довольно-таки хорошая, но уже открыл сколько? 45, если я не ошибаюсь, или даже 60 контейнеров, и пока что у нас как раз-таки нету этого самого замечательного устройства, и фиолетку вообще не хочет давать. Вообще не хочет давать фиолетовое, при том, что кристаллы мне на основном аккаунте точно лишними не будут, поэтому в принципе то, что мы открываем контейнеры и фармим сюда сверху баблицу, это неплохо, но нам падает золотое вместо фиолетового. Нам просто падает золотое с соточкой кристаллов. Это у нас сейчас получится как будто видос с открытием уже контейнеров, а не с обзором устройства. Я уже открыл сотку, просто 100 контейнеров открыл, и до сих пор... А вот, взломанный процессор наведения, и сразу же нам падает еще и следующее устройство, то есть два устройства я сразу выбиваю. Но первым у нас упало устройство, которое называется взломанное, 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 что там? Взломанный процессор наведения. Так, значительно увеличивает время удержания захвата цели при потере ее из вида. То есть это как раз таки то устройство, которое работает на сводке и дает возможность хорошей контентовой сводочке. За 250 тысяч, напомним, это устройство стоит именно столько. Берем под это все дело кризис, и будем разыгрывать это все дело на Крусейдере. Пикаем быстрый бой, ну и посмотрим на эффективность этого устройства в целом. Ну а вы, как я уже сказал, обязательно грузите 150 лайкозавров, ну и просто прожимайте по лайку. Каждый, я думаю, что 150-ку набрать, ну не сказать, что сам супер просто, но не супер сложно. Это факт, и как только эта 150-очка будет, мы сразу же будем обозревать следующее устройство. Так, значит у нас есть возможность хорошей контентовой сводочки. Хорошая контентовая сводочка на 4касика залетает. Да, то есть мы можем в принципе еще и аркады играть, и играть сводочкой, да. Но вот сводка, например, не упала. Настолько жестко! Настолько долго она держится! Очень интересненько, если честно. Я думал она побыстрее слетает А тут уже как будто Как будто я на каком-то скорпионе Если честно свожусь по ощущениям Это уже какой-то Скорпиончик у нас Пошел со сводкой по ощущениям Неплохо, очень неплохо Очень неплохо Когда у нас есть такое долгое Удержание и сразу же видите Только-только началась катка И моментально у нас сработала Такая ситуация, когда мне нужно удержать Цель, чтобы нанести урон По оппоненту И у Гаусса довольно часто бывает Такая проблема Встречается, что вы как раз таки Пытаетесь дать сводку И у вас сводка просто Не регается Либо же она слетает Либо урон, например, бывает Тоже не проходит, когда Танк противника, вот вы держите кнопку И танк противника Заезжает за стенку И вы без отжатой дополнительной кнопки Берете и Давайте просто проверим Мне интересно Сколько долго она держит Офигеть Очень долго держит Очень долго держит Прям очень жестко, если честно Прям очень жестко Перезарядка Не знаю, дефолтная или не дефолтная Но по идее характеристики Я думаю, что в этом плане Никакие не меняются И у нас дефолтная сводка на Гауссе Ну и по урончику С кризисом Вполне себе достаточно, чтобы наносить То есть это такое, ну довольно Интересное устройство Но оно не добавляет Никакие дополнительные Характеристики Да, то есть если бы Дополнительные какие-то Характеристики Еще бы сверху добавлялись Я думаю, что это было бы Вообще Мега интересно Ну, например, перезарядка Была бы чуть быстрее Да, чем у дефолтного Гаусса Я думаю, что тогда бы Такое устройство Пользовалось бы спросом Большим Но мы еще Я думаю, что зайдем Зайдем На как раз таки Википедию Давайте можем даже сделать это Прямо сейчас Зайдем Чекнем Если там еще Какие-то дополнительные Параметры Если здесь еще Какие-то дополнительные Параметры Где у нас устройство Устройство Так И Гаусс Да Ушка Гаусс Устройство У нас Взломанный процессор Время восстановления Наведения 10 секунд Да, то есть Просто Наводка 10 секунд Без никаких Дополнительных параметров В моем понимании Ну какие-нибудь Еще бы дополнительные Параметры Если бы были бы Я думаю, что это был бы Прям лютый интерес Но 10 секунд сводки Это прикольно Это прикольно Но Но Не хватает Какого-нибудь Дополнительного Еще демеджа Но если учитывать Например тот факт Что у Гаусса Есть баг И то, что Бывает на нем Не проходит урон Да То Наверное Учитывая тот факт Что бага С этим устройством 100% Не будет Наверное Оно Может работать Довольно неплохо Оно может работать Довольно неплохо Но нужно тестировать И другие устройства Да Там уже делать 100% Вывод По этому Всему Делу А так Это просто Как бы Ну Интересик Интересик Если например Там с контейнеров У вас упадет Почему бы Не попробовать Не покатать Если вы любите Пушечку Гаусс Я думаю Что Вариантик Взять Раскатать Ушануть Я думаю Что точно будет Ну и Здесь уже По большей части Тоже Чисто на сводках Мы работаем Чисто на сводках Даем контентик Спрашивают Обзор устройства Происходит ли Или что у нас Происходит Так Водка Ба Ну держал Держал Даже 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 Не отпускает Она сводочку На протяжении Там Ну довольно Длительного Периода времени Да То есть Как бы Десятка этих Секунд Она Ну я думаю Что очень Неплохо Может ролять Так Паладина Твинсу Ну надо Ему дать Наверное Тыку А теперь Дать сводку Хватит мне урона Нет Не хватило Отрегенился Он своей аптечкой Соответственно Не хватило Мне домашки Чтобы его Ваншотнуть Но Мы можем дать Наверное Ладно Не можем Мы дать тыку Хотел я дать тыку Потом дать сводку Ладно Даем Ах Даем сразу сводку И все равно Я не успеваю Уже дать сводку Так Покатки 35-34 Мы ведем Но Очень близкий бой Пока что у нас Крайне близкий Боечек Здесь Сводочка шикарная По викингу Залетает Есть Оудишка Которую можно Здесь куда нибудь Было бы зарядить 2200 Даем Давайте вот сюда Например по хантеру Такую рабочую Дадим Сразу его На респаунчик Отправим Здесь есть Викинга Смока Попробуем Попробуем Свадейлу По викингу Смоке Дать К слову Он тоже Там Откатывался И сводка Она все время Держится Так Рикошет Можно вообще Было бы здесь Резист Поменять Рикошет Смоки И там Там есть Магнум Пару Риков У них Имеется Поэтому Резист По идее Можно было бы Взять Гаусс Как кемперская Пушка Она Довольно Эффективна Но она Требует Определенного Стиля игры Вы должны Играть Максимально Пассивно Кемперить Не открываться Особо Под противника И Стоять На больших Дистанциях И играть Можно сказать Так Как рыска Вы должны Именно Такой Максимально Кемперский Стиль игры Иметь Я больше Все-таки Все равно Привык Двигаться По карте Соответственно У меня в моментах Где-то не получается На максимум Реализовать Такую Пушечку Но Сейчас попробуем Исправиться Попробуем Исправиться Попробуем Прям вот Плотненько Постоять На позиционке И подавать Чисто сводки По оппонентам Десятисекундная Сводочка Успели поймать Нет Не успею Поэтому лучше Кнопку отожму Так И здесь Хоречек По которому По идее Можно было Даже и тыками Его слить Так Овердрайв Падает у нас Овердрайв Дадим Такую Сардуля Ой-ой-ой 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 Боже Ну это Просто Забейте Ну это Крипочек Это Крипочек Как бы Ну тут Как бы Комментировать Нечего Это просто Кри-по-чек Иван Криповский Здесь В принципе Все По-де-фолти-ку Так По-хоречку Четверочка Вкусненькая Залетела Паладинчик Вражеский Прожимается Попробуем Дать ему Тыку Дать И еще Тыку И теперь Дать Ага Дадите Ну мне не хватит Урона Мне просто Не хватит Урона Чтобы его Ваншотнуть С водкой Потому что У него Регается ХПшка Очень неплохо А Изида Его просто Набрила Просто Изида Набривает Сводка Ваншотает Ваншотает Харька Очень неплохо Очень неплохо Когда ваншот Харька происходит Это прям Даже в моменте Очень сильно Радует Так Твинс Пытается меня Выпушить Я хочу Сводку Вон туда Дать Отличная Сводочка На двоечку По двум танкам Еще и с флешиком Там залетело Так Ну и Попробуем Сейчас еще Здесь Панараганычу Контентика Дать Он овердрайв Прожимает Антара Ой-ой Хорошо Прячемся Прячемся Не открываемся Под викинга Смаку Зачем нам открываться Тут есть викинга Рик С гельчиком С Вадейлу Ему даем Он успел Пережаться На дэшку Ну и здесь Я уже К сожалению Ничего сделать Не смогу Еще и Сомощтожился Блин Сомощтожаться Конечно В этой ситуации Не очень сильно Хочется Но в моменте Получается Так Овердрайв падает В очередной раз Можно попробовать Сыграть под Оуди Только единственное В этот раз Хотелось бы Сыграть Под него Не так Как в прошлый раз Так Играем Хорошо Забираем Шикарно Еще одно Типа уносим Здесь есть Викинга Смака На каналах Есть викинга Магнума На каналах Давайте по викингу Магнуму Дадим Думал Сплошом Еще залетит По второму По второму Сплошом Не летит Но видите Я в очередной раз Начинаю двигаться По карте Хотя на гауссе Как раз таки Особо двигаться Но не нужно Не нужно двигаться Ваша задача Держать дистанцию И с этой дистанции Постоянно уносить Противника И давать Большое количество Урона За счет Вашей Сводачки А я Начинаю В очередной раз Двигаться 2 200 Залетает 4 минутки У нас до конца Довольно близкий бой Если честно Без Каких-то Каких-то Отрывов И Жестких Нагибов Но все равно Довольно неплохо 24 на 11 Мы идем Где-то Киллов 35 Я думаю Что с этой катки Можно Будет урвать Викинга Рикошет Здесь под нас Открывается Довольно неплохо Можно его тоже Обработать Так Ну и Оп Сводочка Какая-то Интересная Пошла Держится Сводочка Блин Ну шикарно Если честно Вот просто Не хватает Только Какого-нибудь Дополнительного Урона Да Вот чуть-чуть Дополнительного урона Либо чуть-чуть Быстрее Сводку Да То есть Чтобы У этого устройства Было еще Какое-то Дополнительное Преимущество Потому что Иметь Вот эту вот Сводянку 10 секунд Это круто Но Как будто Этого Мало Кому-то Этого Все равно Мало Да И Если Учитывать Тот факт Что Каждая Сводка Проходит С уроном И Бага Нету Дополнительного Да Когда урон Не проходит У Гаусса То Если Это Работать Будет Только На Этом Устройстве То Это Компенсирует Большое Количество Дополнительных Выстрелов По Оппоненту И Соответственно Минимизирует Минимизирует Дополнительные Функции Которые Необходимы Этому Устройству Да То есть Этого Тогда Может быть Достаточно Даже Для того Чтобы На этом Устройстве Как раз Таки Играть Тыщеночка Залетает По Резисту Не сказать Что Тыщенка Это Круто Когда у Тебя летит Ну и 2000 По ДАшному Танку Это Тоже Не Супер Много Резистов Я думаю Что В ближайшее Время От Гаусса В Матчмейкинге Будет Довольно Большое Количество В связи С тем Что Появились Новые Устройства На эту Пушку Хотя Может быть И не так Долго Но Какой-то Период Времени Я думаю Что Точно Когда Ребята Будут Тестировать Устройство На эту Пушку Резы У нас Будет Но И Посмотрим Посмотрим Какие Устройства Будут Еще Интереснее Потому Что Это По сути Ну Такое Знаете Полу 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 Проходное Устройство На бумаге На бумаге Это Полу Проходное Устройство А на деле Может быть Это И вкусный Контентичек Так Пробуем Поймать Не поймал Ладно Когда Даем Такую Сосулендру Чисто В головешку Полторушку Еще Залепливаем Ну И Мы Ведем Плюс 8 Киллов В принципе Неплохо Нам Этого Достаточно Для того Чтобы Выиграть Эту Катку Смещаем Зонку Чтобы Забрать Овердрайв На Так Оудишку Забираем Можно попробовать Было бы еще По этому же Самому типу Дать Оудис Ну ладно Не будем Так И У нас Тридцатка Киллов Давайте Сейчас попробуем Может разворот Удать Если ему Если ему Хочется Здесь Опачки Лаг сервера Какой-то 50 секунд У нас до конца Сегодня вообще Говорили Ребяточки Что Это Додосы Непонятные Происходят У нас В игре Я Благо Пока что С ними Не сталкивался Ну я надеюсь Что их не будет Не будет никаких Досингов Будет все четко Эффективно работать Так Ну вот Это Викинга Фриз Конечно Мега противный Мы конечно Ведем Плюс пятку Плюс пятку Ведем И надеюсь Что мы Эту каточку Выиграем Оудишечку Наш тиммейт Жмет Плюс Шесть Не Плюс четыре уже Плюс четыре килла Пережимается Викинга Рикошет 15 секунд До конца Ну и вроде как Выглядит Что это победная Уже каточка Вроде как Это уже победная 33 килла И в принципе Ну не сказать Что это супер жесткий Результат Но Такой промежуточный Неплохой Неплохой результат Неплохой Довольно таки Неплохой Для такой каточки Пойдет пятерочку Сверху Мы забираем Ну и По киллам Закатку Я даже набил Самое большое количество киллов Пишите что вы думаете По поводу этого устройства Пишите какое устройство Вы бы хотели бы увидеть Следующим Следующее У меня уже устройство В принципе Упало Которое Называется У нас Называется у нас Улучшенное Горизонтальное сопровождение Углы У этого гаусса Лучше Да Ну и Напишите что вы думаете По поводу этого Устройства Как оно вам Обязательно поддержите данное видос Лайком Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик Добро пожаловать на новые видеоролики Ну а с вами был мистер Ванька Всем спасибо за просмотр Всем удачи И все Пока Субтитры сделал DimaTorzok